И автор говорит, выходит из этой обязанности, то есть являются исключением, они не входят в обязанность, то есть не обязательно над двумя категориями лиц совершать молитву джаназа, это не является обязанностью. Первое – это ребенок, который не достиг совершеннолетия, и шахид, который пал при сражении, то есть над двумя вот этими категориями не обязательно совершить молитву джаназа. Как рассказывал Анас ибн Малик, то что шахидов, павших при битве уход, их не омывали, то есть не делали им гусль, не заворачивали их в саван, а хоронили их окровавленными, и не совершали над ними молитву. То есть их не мыли, их не заворачивали в саван, и над ними не совершали молитву джаназа. То есть как они умерли, в таком положении их хоронили. Также хадис передается от Аиши, то что она рассказывала, когда умер Ибрагим, сын пророка, ему было 18 месяцев. И пророк, саляллаху алейкум, не совершил над ним молитву, не совершил над ним молитву, и эти доводы на то, что вот эти две категории лиц не обязательно совершать молитву над ними. То есть это ребенок, который не достиг совершеннолетия, и шахид, который пал в битве. Однако здесь нужно подметить то, что подобные вот эти хадисы не указывают на то, что над шахидами и детьми не совершается джаназа вообще. Поскольку есть хадисы, в которых сообщается то, что посланник Аллаха, саляллаху алейкум, совершал джаназа как над шахидами, так и над детьми. Как, например, хадис от Ибну Масуда, то что посланник Аллаха, саляллаху алейкум, совершил молитву джаназа над Хамзой и над некоторыми сподвижниками, которые были убиты в битве при Ухуде. То есть они шахиды, и посланник, саляллаху алейкум, совершил над ними молитву. Также от Аиши передаётся то, что принесли посланнику, саллиллаху алию салям, ребёнка из ансаров, ребёнка из ансаров, фасоли алейхи, и посланник, саллиллаху алию салям, прочитал одну молитву, также хадис от Мухырб на Шуабе, то, что посланник, саллиллаху алию салям, говорил, и над ребёнком совершается молитва джаназа, в другом рваяте говорится, над выкидышем совершается молитва джаназа. То есть над детьми совершается молитва джаназа, то, что до этого хадиса, мы говорили, посланник Салаласу не совершал, это не указывает то, что вообще не совершается над ними молитва. Над ними совершается, но это не является обязанностью. И нет сомнения в том, что лучше совершить молитву над ними. То есть если это не является обязанностью, то значит, а ладно, будем, например, у кого-то был выкидыш. Лишь или умер ребенок, не достигший совершеннолетия, говорит, ладно, не обязанность похоронить. Да, конечно, не обязанность, но лучше совершить молитву джаназа. Почему? Потому что это мольба и поклонение, и не должны оставлять это. И это ведь поклонение джаназа. Зачем оставлять людям, у которых, например, из числа мусульман кто-то умер, если это не обязанность не совершать, все-таки награду мы прочитали, то, что полагается отдельная награда, то, аль-хамбля, не нужно оставлять это поклонение, хоть это и не является обязанностью.